всем привет еще раз сегодня каратенечко так постараюсь рассказать о том какой свой новый опыт я нашел в этом году на идее еще на одно мероприятие которое называется consumer electronic show вы видите презентацию на экране тоже соответственно здесь тему так мы назвали провокационно маркетинг без колл-трекинга мне уже пару коллег из колл-трекинговых компаний позвонили спросили ты чего вообще рассказывает собрался потрясений не будет но тем не менее будет интересный контент на тему того каким образом колл-трекинг это не наше все и сквозная аналитика это там безусловно важная штука но как сказать на ней зацикливаться нельзя мы начнем с того что посмотрим результаты посещения consumer electronic show и затем перейдем к идее что такое consumer electronic show вы знаете мы тут с коллегами один из них кирилл ларин он будет сегодня в завершительной части мероприятия делиться своим опытом по другому мероприятию мы так получилось что с ним два года назад не на этот она идея на прошлый мы так подгадали что приехали прилетели в нью-йорк сели в машину и проехали всю страну тогда и на идее было в сан-франциско проехали всю страну на машине и так подгадали чтобы оказаться в детройте в дни проведения автосалона детройтского который ну исторически это крупнейший автосалон северной америки то есть такой традиционный автосалон где показывают все новинки так вот приехав туда приехав туда оказалось что мы выделили 3-4 часа сильно переживали что времени хватит в итоге разбежались по соответственно площади договорившись что через там 3-4 часа встретимся в конкретном месте в итоге через 40 минут позвонили друг другу потому что поняли что смотреть нечего традиционные автосалоны они умирают вы уже наверно слышали что у нас московский автосалон который сокращался последние годы по разным причинам он в этом году также не будет проходить объявление было буквально на прошлой неделе в пятницу если мне память не изменяет так вот куда же собственно говоря идут потребители если они перестали ходить на традиционные автосалоны если большая немецкая тройка на том же детройтском автосалоне еще 2000 получается 19 года в начале прошлого года уже не участвовала на самом крупном автосалоне америке они перешли на участие в consumer electronic show все три бренда немецкой тройки еще я думаю десяток производителей автомобильных посещают мероприятие почему consumer electronic потому что это потребительская электроника ну собственно грязь на иллюстрации показано все то что считается потребительской электроникой безусловно верх всего творения на это автомобиль и там показывают все новинки я честно скажу я наверное не фанат автопрома в понимании того что следить за тем что выходит я больше мне больше всегда интересно как будет меняться модель потребления вот с олегом говорили что наверно пару слайдов все-таки не про авторитейл в принципе про автопром ставить стоит меня вот коллеги из hyundai пригласили вместе прошлись по стенду соответственно это совместный проект юбер или убер как мы привыкли называть и hyundai который подразумевает такую новую модель мобильности с дронами для людей назовем это так и вот такими прямоугольными там параллелепипедами для дальнейшего перемещения то есть последняя миля интересно что тема мобильности она пересекается понятно что все идет как я делился наверно там год назад я посещал это мероприятие в этом году посещал она проходит в начале января в лас-вегасе туда приезжает 180 тысяч человек если мне память не изменяет 180 20000 для сравнения на идеи приезжает около 20 25 тысяч то есть мероприятие просто по масштабам размаху какое-то просто невероятно в прошлом году это заметил в этом году подтвердилось все мы рано или поздно придем каким-то таким форматом передвижения когда это будет неясно дискутировать на эту тему мы сегодня не будем интересно мне показалось то что те же люди которые приезжают на и на идеи к дилерам по сути дела те же люди и те же компании которые на и на идеи обсуждают каким образом можно помочь дилерскому центру стать более эффективными на панелях и обсуждениях на консюмер электроник шоу за месяц буквально до этого обсуждали о том что дилеры это вполне себе устаревший такой ненужный посредник и вроде бы и без него можно справляться и там те премьеры брендов таких как фискер они там запустили фискер запускает первую модель он будет продавать полностью по подписке и пресс-конференция которая была по возможным моделям авторитейлов в том числе на ней обсуждалось что по большому счету дилера для дилера может в этом будущем в этом будущем модели авторитейла места не быть понятно что все неоднозначно и не факт что это получится понятно что есть талек соответственно говорил о том что у теслы до конца без офлайна не получается и вопросов много но забавно насколько совсем другой поток дискуссии у тех же самых компаний на другом мероприятии которое посвящено по сути дела моделям будущего я расскажу про самую важную часть этого мероприятия для себя это консюмер электроник на консюмер электроник шоу amazon самая крупный ну и коммерс гигант самая крупная компания в мире по электронной торговле представляла свое видение будущего автомобильного ритейла что собственно говоря английскими буквами здесь крупненько и написано честно говоря я не ожидал это там увидеть я не знал что нас меня это там ждет и тем интереснее было что я попал туда случайно и пока ждали группу по моему из форда и группа из форда где-то там потихоньку ушла от стенда bosch консультант который ждал оказался свободен и проемный какую-то странную очень виповскую такую экскурсию по каждому из этапов мне просто повезло и я соответственно сумел это послушать потому что к нему приставал приставал гитлан давайте проведу пока я все равно жду не нечем заняться так вот по большому счету четыре этапа это те четыре этапа которые amazon выделяет для себя в рамках клиентского пути в дистанционных и цифровых продажах автомобилей в е-коммерсе первый организован и кейс был организован компанией zero light вы можете зайти на их сайт zero light com это такие ребята которые занимаются у нас новое модное слово в айтишном сообществе появилась rich content rich content богатый контент другими словами это способ или не способ а определенный набор средств и инструментов которые позволяют принципиально с помощью там и арт-технологий панорамных технологий и прочих представлять автомобиль в гораздо более насыщенным с точки зрения понимания его функциональности особенностей модификации видят так вот компания zero light это те ребята которые для амазона закрывают первую часть пути первая часть это контент перенося сразу же на наш опыт это я слайдик у коллег из автору дернулась презентации качественный контент который нам тоже нужно делать говорим мы об этом каждый месяц или два коллеги говорят на всех своих региональных мероприятиях и говорили буквально месяц назад на своем мероприятии по которой не устраивали конференцию которая была доступна тоже в онлайне это фотографии это хорошее описание это видео это те же пресловутые панорамы сколько бы мы наверное об этом не говорили я там по крайней мере этой темой занимаюсь полтора года но прирост пока небольшой почему мы этого не делаем для меня остается загадкой коллеги делаем контент вот с него все начинается с хороших с большого количества фотографий с хорошего видео сейчас куча инструментов вы знаете с панорам и от этого зависит ваша конверсионность в цифровых продажах второй этап по мнению амазона опять же просто беру и немножко переформатирую слайды сразу же на нашу дилерскую специфику второе это персонализованные коммуникации маркетинговые соответственно когда мы берем конкретное предложение которое смотрел клиент грубо говоря на витринке он себе посчитал что он хочет в данном случае не узнаю издалека что это за автомобиль он хочет соответственно сув хонды да это хонда соответственно с ежемесячным платежом который он себе набирал на витринке там 190 долларов в рамках калькулятора он его собрал конкретной модификации и за этим во всех каналах коммуникации мы начинаем преследовать не общей истории о том что нас выгоды на весь модельный ряд до 470 тысяч рублей и соответственно показано на картинке 17 автомобилей нужно мы не особо понимаем кому это предложение прийти так и в медийке и в контексте и контексте мы стараемся конечно все равно в зависимости от ключевого слова как-то коммуникацию подрабатывать но в основном к сожалению большая часть из нас дилеров все-таки продолжает коммуникацию дело в таком общем формате не персонализуя то же самое касается поддержанных автомобилей в коммуникации показывать конкретные автомобили на которых на вашем сайте потенциальный покупатель в карточках провел наибольшее время он посмотрел 15 автомобилей подержанных на сайте но вот на трех он конкретно задержался больше чем на 5-7 секунд условно говоря он там задержался там 50 минуту 2-3 так вот эти три автомобиля выбрать и вот у нас там есть там пример собрать из них карусель карусельку в социальных медиа и сделать рекламную коммуникацию основанную на этих конкретно трех автомобилях ваши конверсии повышаются помимо всего прочего важно не только правильно собрать коммуникацию важно и то о чем нам говорят коллеги это слайды кстати уже с на идеей но просто их подбираю для того чтобы пояснить что имеет ввиду amazon в рамках своего видения глобального что соответственно нам американским дилерам предлагают ровно то же самое для их модели взаимодействия с покупателем это того самого клиента который в данном случае пример 236 долларов мы он собрал у нас автомобиль с ежемесячным платежом конкретный в лизинг соответственно он после этого мы по каналам раскидали эту коммуникацию но и самый главный момент когда мы этого клиента начали приводить мы его не на общую посадочную страницу как у нас это бывает опять там 497 тысяч рублей выгоды при наличии трейды на допов там все это прочие истории а мы приводим его на конкретный автомобиль конкретной модификации с конкретным предложением где открывается для него абсолютно релевантный контент это увеличит значительно версию ваших рекламных активностей если интеграция соответственно посадочной странице посадочная страница в широком смысле слова то есть куда мы садим клиента а будет соответствовать по содержанию с той коммуникации которую мы даем это очень важно третий шаг от amazon в их концепции будущего ритейла клиента которого мы в онлайне соответственно сопровождали надо зафиксировать в шоуруме и зафиксировать его визит конкретно они предлагают это делать с помощью теперь доступных и известных всем в москве qr-кодов но все ведь попробовали олег пробовал qr-код оформить пробовал вот на самом деле мы тут научились и научили всех случайно и если когда я приезжал в январе я думал так а все ли смогут додуматься что им пришло когда они отправили заявку там пособирали и каким-то образом себе автомобиль и какие-то этапы покупки не все не онлайн купили просто какие-то этапы например одобрение кредит или просто собрали себе автомобиль и описали каким-то образом условия составляющие сделки которую они хотят совершить так вот если им придет по результатам отправки заявки по этому автомобилю там назначение визита не отправили заявку на перезвонить или соответственно сказали что я хочу прийти в шоурум и продолжить общение в рамках вот этих условий чтобы если им придет qr-код не поняли что с ним делать так вот теперь все поймут что классно и соответственно коллеги это предлагали еще в январе чтобы у нас была возможность дать клиенту идентификатор который он придет воспользоваться в итоге вы их модели будущего открывается следующий следующий формат дэшборда на котором видно какие именно автомобили но в данном случае это бренд cadillac они делали на базе cadillac а такую интересную вот этой компании zero light соответственно zero light всю информацию которую она в рамках вот этого рич контента богатого контента на она соответственно предоставила потребителю потребитель там что-то пересобирал после этого все его действия переданы вместе с визитом в момент фиксации визиту тому лицу будь то единое окно или это продавец который клиента встречает и он продолжает свое общение исходя из полного понимания вы спросите возможно ли это сегодня я вам с уверенностью отвечу что ваши подрядчики по сайтам фиксируют точно то что делает пользователи вашей системы аналитики формат только доработки того чтобы у некоторых кстати это есть я знаю в таком стартовом виде какие именно автомобили смотрел клиент и вместе с заявкой можно соответственно это все видит ну и четвертый шаг когда мы клиента встретили там отсканировав его qr-код условно говоря либо взяв любой другой идентификатор который привязывает действия в онлайне к нашему общению в оффлайне это бесшовная финализация транзакции по этому поводу много будут говорить сегодня коллеги из например кирилл новиков сегодня будет рассказывать о своем опыте а цифрового ритейла и продуктов для него поэтому этот шаг пропущу это то что вы сегодня в дальнейших выступлениях увидите вот можем ли мы научить с вами старого пса новым трюкам старым старым псом я называю наверное нашу вот такую не не так сказать не готовность иногда меняться можем ли мы таким же образом работать некоторые из нас из нас и в широком смысле слова говорю дилеров они уже определенные шаги к этому сделали посмотрим чем ответила и на идеи шоу вот я посмотрел на модель будущего там и теперь расскажу вам о том а увидел ли я тоже самые те же самые подходы или а увидел ли я какую-то модель и вариацию вот этого будущего на и на идеи от лидеров рынка на идеи шоу проходила 12 17 февраля в этом году в лас-вегасе у нас в этом году была особо большая группа не помню олег говорил об этом нас было в этот раз человек 70 очень классно на в рабочем режиме в очень таком жестком графике провели это время и при этом при всем коллеги мои коллеги которые делают для вас эти продукты когда мы туда приехали походили первые два дня по выставке не так спросили сань а где же софта для колл трекинга вроде же как бы у нас там в принципе это там одна из ключевых тем и ребята устраивают свои конференции собирают сотни людей они посетители практически каждого крупного мероприятия для авторитейла причем посетители с таким свиженом с подходом к формированию нашего как бы будущего или трендов того что нас ждется сквозной аналитика и так далее и грубо говоря где софт деньги есть но условно говоря интересно посмотреть куда он развивается а его там на самом деле нет его нет почему этот вспомнил такую маленькую историю про то что мы очень много думаем про звонки где-то в 2011 2012 2011 году была такая интересная штука что тогда на совещаниях действительно это реальная история которую я вот выкинул бы тех людей которые тогда так делали типа чё сделать чтобы звонков стало больше и реально были такие истории когда маркетологи предлагали европы давайте цены с сайта уберем нам все начнут звонить потому что цен на сайте нет информации недостаточно сейчас звонки попрут и действительно так делали удивительная штука была так вот не звонками едиными на самом деле ценны сквозная аналитика и оценка эффективности почему потому что этот слайд очень свежая информация февраля двадцатого года спасибо ребятам за вторую они на выходных помогли эти слайды найти потому что я помню что это есть целевые звонки всего слева красные столбики большие целевые звонки по конкретным карты в конкретной карточке автомобиля есть там не знаю 20 машин вот конкретно целевые звонки всего там 43 в другом дилерском центре 18 целевые звонки из города дилера то есть из того города в котором сам дилер находится всего 3 там 0 1 и так далее почему так да потому что на самом деле звонки и к чему я все это вел по поводу колл трекинга и по поводу того что были такие истории когда мы цены специально убирали звонки если информации в карточке достаточной она представлена хорошо звонки пропадают и дилеры едут в дилерский и клиенты едут в дилерский центр посещают его и по сути дела в большинстве случаев получается что приезды салона это то как сейчас коллеги из классифайда автору считают те самые волкины вы у них можете спросить про то как считается технология соответственно конкретные приезды тех пользователей которые смотрели автомобиль на автору сколько из них приехали в дилерский центр измеряются большим значением чем соответственно целевые звонки ту же самую тот же самый подход сегодня предлагает использовать google тот же самый подход я имею ввиду обращать внимание на то что доля звонков будет снижаться то есть если сначала вспомнить там условно говоря 90 у нас было большое количество визитов меньшее количество звонков потом появились наши сайты которые начали предоставлять какую-то долю информации и соответственно появилось больше звонков потому что изучение перешло туда но информации было недостаточно то сейчас как ожидают коллеги с развитием цифрового пространства дилера в цифровом пространстве количество звонков начнет падать потому что все меньше информации остается недоступной количество визитов доля визитов у нас соответственно начнет расти есть три истины это их название три истины которые они предлагают в дилер playbook это последняя версия их playbook а playbook это такая типа что книжка для игры, я не знаю, как правильно перевести, это какой-то типа гайд или набор методик, которыми можно воспользоваться сегодня для того, чтобы быть на острие технологическом. Так вот, три истины. Покупатели готовятся к визиту, 63% знакомятся с дилером в онлайн. И при этом, при всем, важно всегда помнить, если вы невозможно, если вы в онлайне хуже, чем остальные, то визит в оффлайне вы не заработаете. Соответственно, три месяца это в среднем сколько уходит, это значение все время снижается. И последнее, 71% покупателей вообще не оставляет лид онлайн, а 41%, если взять, это значение растет, значение растет с 39 до 71. Но самое главное, что 40% покупателей, для них вообще первая коммуникация с дилером, это ни телефон, ни чат, ни заявка, ни лид, никакая история, это просто визит. Он проводит все время поиска и большую часть в интернете, на ваших цифровых, в ваших цифровых рекламных каналах и источников. И после этого первым его взаимодействием с вами, и, возможно, скорее всего, иногда даже последним, будет являться ваш визит, насколько важны визиты. Значит, они приводят такой калькулятор, сколько приносит каждый рекламный доллар, как они считают. У них есть своя логика, опять же, я в таком терминологии автору скажу, волк-инов, есть своя логика расчета количества визитов, которые дает каждый рекламный канал. Соответственно, визит в шоурум, они умножают на доход с визита. Для этого, для того, чтобы вычислить доход с визита, берется конверсия визитов сделки и средняя маржа со сделки. Таким образом получается доход со сделки. Вы умножаете среднюю маржу, если там, допустим, 1000 долларов. Если для этого нужно 10 визитов, то по большому счету средний доход с визита – это 100 долларов. Мы просто 1000 делим на 10, умножаем на конверсию и получается. И делим все это на весь маркетинговый бюджет в том рекламном канале, в котором вы работаете. Получается доходность от маркетинговых вложений. Конкретный пример – 3350 визитов, 510 – это доход с визитом, маркетинг расходы 100 тысяч. Соответственно, каждый вложенный в рекламу доллар конкретный источник приносит 17 долларов. Это та методология, которую они предлагают использовать в 2020 году, который наступил, который имеет технологическую основу, связанную с тем, что визиты можно тем или иным образом посчитать и визиты, соответственно, можно измерить. Доля телефонного трафика падает, доля заявок падает. И, соответственно, первым взаимодействием пользователей все чаще становится уже в визит в дилерский центр. Причем это первый и последний визит, когда нужно сделать. Так вот, сегодня Олег вспоминал про Брайана Бенстока, который делал те самые заборы автомобилей в Нью-Йорке. Они известны не только тем, что они классно делают сервис, они известны тем, знаете, интересно, он у себя на странице в Фейсбуке разместил пост, в котором он в 2011 году, они впервые разместили ролик о том, как можно удаленно попробовать выбрать себе автомобиль и пройти часть этапов сделки. Девять лет назад. Это он сделал буквально месяц назад. Он сделал пост, как Фейсбук предлагает воспоминания. И он просто взял и ему Фейсбук предложил, он говорит, с ума сойти, мы начали этим заниматься 9 лет назад. Другими словами, за один день ничего не случится, с этим нужно работать. Так вот, о чем он говорит, конкретно выступает глава по маркетингу в автомобилке Гугла и Брайан, полную версию выступления, на самом деле можно посмотреть, зайдите там, мы на автомаркетологии ее разместим, для англоговорящих будет интересно. Значит, у него была задача. «Парагон Хонда в 2018 году, цель продать 10500 автомобилей, они вместе с Гуглом конкретно посчитали, что для этого нужно 42 тысячи визитов. Другими словами, у них каждый четвертый визит превращается в проданный автомобиль, конверсия 25%. В этом случае все получится. И в итоге они получили по результатам года, у них с помощью инструментов Гугл получилось 18700 визитов на видеорекламе и в поисковой рекламе. То есть они точно измерили, сколько им дал конкретный канал и какую долю этот канал составляет в конкретной проданных автомобилях. Если примерно посчитать, то там 45%. Так вот, это понятное измерение. Потом они поставили себе новую цель на 2019 год. 11000 теперь автомобилей они прирастают, при этом напомню, что это маленький дилерский центр. 11000 новых и поддержанных автомобилей. Когда я говорю «маленький дилерский центр», это среднестатистический, не крупноформатный, там класса, по-разному их все называют, формат. Это просто маленький дилерский центр, прям вот совсем как региональный, условно говоря. Региональные маленькие, потому что региональные большие бывают иногда больше, чем большие московские. Так вот, 11000 проданных автомобилей, 50 тысяч визитов новая цель, исходя из конверсии, и 32 тысячи визитов и того. Соответственно, и того плюс 71%. 40, плюс 71% то, что они сумели привлечь для Google. И при этом, при всем, посмотрите на то, каким образом, все это с помощью таргетированных, таргетированной рекламы. То, о чем, соответственно, то, о чем я говорил в начале по поводу Google, по поводу подхода Amazon. Итого, при этом 42% визитов, они с помощью всего 8% инвестиций, бюджетов на видеоплатформе YouTube, рекламы на видеоплатформе, они сумели привести. То есть, из вот тех самых 32 тысяч с помощью Google и всех инструментов в целом, 42 из них с помощью YouTube. Мы недооцениваем эти каналы, эти рекламные каналы. Обратитесь к тем, кто делает вам, соответственно, поисковую рекламу. Ну, в частности, контекст у нас много занимает. Для того, чтобы посмотреть, каким образом можно использовать форматы в видеорекламе для того, чтобы повысить эффективность ваших вложений. Ну и завершая, подводя такую, как бы, черту, а почему так? Да потому, что они, и это слайды конкретно Парагона, потому, что они действительно персонализуют коммуникацию, о том, о чем мы говорили в начале. Как раз той самой модели будущего ритейла от Amazon, персонализация и таргетинг каждой коммуникации является важным. Так вот, ребята просто делают то же самое уже сегодня, без какого-либо будущего они делают это сегодня. И самый главный момент. Они фиксируют оффлайн-визиты и считают не только Google в рамках тех расчетов, которые дает Google. Они предлагают и фиксируют только не с помощью QR-кодов, а с помощью старых добрых там штрих-кодов. И они таким образом, выбирая по сути дела, они отправляют штрих-код, который соответствует тому предложению, которое насобирал для себя на Honda Accord с ежемесячным платежом 189 и фиксируют оффлайн-визит и знают, зачем человек пришел. Таким образом, гарантируют бесшовную финализацию с точки зрения процесса. Поэтому, подводя итоги, на мой взгляд, очень важным является то, что модель будущего ритейла от Amazon, она на самом деле отличается, пожалуй, качеством картинки, вот этим рич-контентом. Она отличается тем, что больше проработаны, созданы какие-то панели, дэшборды для того, чтобы этот трафик потом, приземлившись в оффлайне в шоуруме, и когда мы, соответственно, по этому QR-коду сосканировали, мы видели, что смотрел, и там видели весь клиентский путь. Но, по большому счету, все эти инструменты, они доступны уже сегодня. И, опять же, лучшие из дилеров, мы не перестаем благодарить Брайана и его команду за то, что он нам все новые и новые интересные практики готовит. Так вот, лучшие дилеры, они этим пользуются. В начале этого года CarGurus, это второй по размеру классифайт в Соединенных Штатах, выделил цифровые тренды, которые дилеры планируют освоить в 2020 году. Я не знаю, как они угадали, но вот это все то, чем мы сегодня занимаемся. Финансирование сделки онлайн. Сегодня про это вам расскажет Кирилл Ларин. Дистанционная сделка вам расскажет Кирилл Новиков. Оценка онлайн сегодня вам не расскажет, но вы знаете, куда идти. Видеореклама – это то, о чем мы сейчас проговорили. Трекинг визитов из онлайна – это пятое, и мы сейчас с вами об этом. Все это на самом деле ожидалось, но в итоге это стало еще более интересно. Ну и многоканальная атрибуция – это умное название для сквозной аналитики в онлайне. – это то, до чего дилерам, может быть, стоит сделать все предыдущее. Поэтому не увлекайтесь сквозняком. Итого, маркетинг не без колл-трекинга, просто колл-трекинг со снижением доли звонков и увеличением доли визитов для вас не дает полную картину иногда. Поэтому не забывайте о том, что не колл-трекингом единым мы должны мерить контекстную рекламу и, соответственно, располагать и работать со всеми рекламными каналами. А помнить о том, что для нас оффлайн-визиты – это тоже очень хороший маркер, который можно считать. Считать его умно, считать его в цифровом формате, а не просто галочки, палочки ставить. Кто-то там камеры смотрит, галочки, палочки ставит, в итоге дня конца считают, а сколько там пришли в четвером они или в пятером и так далее. Не этим нужно заниматься, надо все-таки делать вот эту удобную посадку из онлайна в оффлайн. Вот такие выводы я в этот раз сделал для себя. Кому интересно по этому поводу общаться, соответственно, в группе в Facebook, в «Автомаркетологе» будет обсуждение. Я готов ответить на все вопросы.